Около прививочного кабинета Центральной городской поликлиники желающих обезопасить себя от простудных заболеваний особо не встретишь. А все потому, что население склонно доверять мифам о вреде прививок, чем информации квалифицированных специалистов. Сергей Мельников относится к последней категории и является приверженцем вакцины против гриппа уже на протяжении 7 лет. И совершенно об этом не жалеет. Так как каждый цивилизованный человек обращается к врачам, и я тоже от этого не отказываюсь. Когда человек заболеет, он всегда идет к врачам. Поэтому раз врачи говорят, что она полезна и проводятся медицинские исследования, поэтому я этому доверяю и прививаюсь. Единомышленников Сергея с 21 августа насчитывается порядка 500 человек. Это люди, которые вопреки страшным сказкам о вакцине позаботились о том, чтобы в ближайшее время не стать одним из пациентов терапевтического кабинета. А очереди, как известно, там немалые. И врач-терапевт Инна Сосик знает об этом не понаслышке, равно как и о серьезных осложнениях, которые может повлечь с собой грипп. Вирус поражает слизистые верхние дыхательные путей и таким образом, что ослабляет местный иммунитет слизистой, в результате чего открываются входные ворота для бактериальной инфекции. И возникают осложнения, такие как бронхиты, синуситы, атиты и пневмонии. Важно помнить, что прививку нужно сделать не в момент подъема заболеваемости вирусными инфекциями, в том числе гриппа, а накануне, примерно за полтора-два месяца, чтобы успел сформироваться иммунитет, который будет защищать наш организм от такого серьезного заболевания, как грипп, до 10 месяцев. Сделать прививку – это полдела, ведь вакцинация – это лишь часть огромного профилактического комплекса, позволяющего противостоять сезонным заболеваниям и сохранять свое здоровье. Закаливание, витамины, полноценный сон, правильное питание, ну и, конечно же, здоровый образ жизни. Быть здоровым – это не только приоритетно, но это и модно сейчас. Что подразумевается под словом «здоровый образ жизни»? Это двигательная активность, это правильное питание, это отказ от вредных привычек. В момент подъема заболеваемости стараться как можно меньше бывать в каких-то организованных коллективах, поменьше общаться с заболевшими уже. Заболевший человек с первых часов является заразным. Промывать нос и глотку, мыть руки, когда возвращаешься домой. Сегодня любая поликлиника города оказывает услуги по вакцинации. Пациент, который хочет обезопасить себя от гриппа и серьезных осложнений, должен обратиться к лечащему доктору и только после консультации сделать прививку. Современная медицина предлагает широкий спектр вакцин как отечественного, так и зарубежного производства. Выбор остается за вами.